Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Машины в кювете, крыши сорваны, Алтайский край накрыла мощная метель. Алтайские депутаты смогут разобраться с наливайками. Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия региона в борьбе с пивными барами. Сколько барнаульцы готовы потратить на подарок в День всех влюбленных? Штормовая погода брушилась на Алтайский край. Сильный ветер и снегопад накрыли трассы, в результате многие из них перекрыты. По данным Алтая Автодора, введено ограничение для всех видов транспорта на дорогах Поспелиха-Третьяково, Рубцовско-Угловское и Адзминогорска до Волчихи. На дорогах метели плохая видимость. В Барнауле из-за сильного ветра сдуло крышу здания на припаркованные машины. Огромный кусок кровли буквально накрыл несколько автомобилей. Поэтому повезло. Вообще конкретно. Напомним, Алтайский гидромедцентр передал штормовое предупреждение. Днем 14 февраля и сутки 15-го ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. С началом снегопада дорожники приступили к очистке проезжих частей и тротуаров. В городе работают 72 единицы техники и больше 100 дорожных рабочих. Погода жестока и к животным. В Бийске неравнодушные горожане спасли вмершую в лед кошку. Теперь у нее нет одной лапки, зато живая. Именно лапы из живого зверька примерзли к земле. И чтобы спасти беднягу, пришлось обливать кошку водой. К сожалению, одну из конечностей пришлось ампутировать из-за обморожения. Уже сейчас кошка адаптируется к новой жизни и находится в Бийском обществе защиты животных, где ее уже стерилизовали и поставили нужные прививки. Волонтеры поблагодарили горожан за финансовую поддержку и отметили, что уже начинают искать ей новых хозяев. Волонтеры Бийского общества защиты животных сейчас собирают деньги на лечение другого хвостатого, который также вмерз в снег и пролежал так несколько дней. Собака не может встать, не реагирует на прохожих и даже покрылась ледяной коркой. Четвероногому требуется срочная помощь, чтобы выжить. Другим темам. Власти Барнаула изымают участок и квартиры дома с трещиной на партизанской 70-Б. Напомним, в барнаульской двухэтажке 1957 года постройки ввели режим повышенной готовности. Вечером 15 января жильцам пришлось экстренно эвакуироваться из-за резкого ухудшения состояния конструкции здания. Причина появления трещин – строительство многоквартирной высотки в непосредственной близости к фундаменту многоэтажки. По этому факту возбудили уголовное дело. Что касается собственников квартир, специализированная организация проведет оценку имущества и по ее результатам им предложат заключить соглашение с выплатой выкупной стоимости. А 12 квартир и участок площадью порядка 1800 квадратных метров перейдут в собственность города для муниципальных нужд. Администрация Барнаула уже подготовила соответствующие постановления. Документы публиковали на правовом портале города. 18 предпринимателей Алтайского края впервые вышли на зарубежные рынки. За 2023 год 72 компании обратились за помощью к организации, поддерживающей бизнес, чтобы выйти на новые рынки. Это 142 контракта о сотрудничестве на общую сумму 31,5 миллионов долларов. Одним из таких предприятий стал Барнаульский завод, производящий автомобильную химию и комплект для шиномонтажа. Подробности в сюжете. С Алтайской земли и зарубеж. В этом цехе Барнаульского химзавода создают пластыри для ремонта автомобильных покрышек и камер. Собирают весь комплект шиномонтажной аптечки. Эти и другие товары продают теперь не только в России. Выхода на экспорт предприятия добивалось 5 лет. Это ближние зарубежья – Казахстан, Беларусь. Но в прошлом году, за счет того, что мы посетили бизнес-миссиями наших соседей, тоже это Азербайджан, Армения, надеемся, что там тоже удастся нам зайти и закрепиться. Бизнес-миссии и другие мероприятия проводили совместно с Центром поддержки экспорта региональной организации помощи малому и среднему предпринимательству. Это те же выездные мероприятия, бизнес-миссии, выставки. Естественно, они пользуются индивидуальными услугами, поиск партнера, сопровождение экспортного контракта. Достаточно успешно работает на экспорт, является призерами экспортера года в Алтайском крае. Вся продукция завода – от пластырей до автомобильного шампуня – расходный, то есть конечный материал. После ремонта потребуется приобрести новый комплект. Спрос на такой товар всегда есть, но есть и конкуренция на рынке. Выход на новые территории дал производству новый приток покупателей. Качество обязательно, это должно быть неизменным. Ты можешь договориться, убедить, уговорить, но после негативного использования договоренности, обещания, они просто будут выброшены в мусор. Все производится по времени, по технологическим картам, там конкретно расписано. Сколько чего вкладывается в реактор, это вот эта вот бочка, сколько крутится, при какой температуре. Качество – залог успеха. Вывоз готовой к эксплуатации продукции по сравнению с вывозом сырья выгоднее для экономики не только края, но и страны на мировых позициях. Экспортировать стало проще. Пока готовый товар производится на родной земле, его не нужно покупать у соседей, а значит и подъем экономики больше не кажется таким уж сказочным. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия региона в борьбе против так называемых наливаек. Ограничения вступят в силу уже 1 апреля. Напомним, проект позволит субъектам РФ самостоятельно вводить ограничения на продажу алкоголя в местах общепита, в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Кроме того, региональные власти смогут регулировать часы торговли пивом, сидром, пуаре и медовухой в этих точках. Временные рамки не коснутся только ресторанов. Напомним, в Алтайском ЗАГСобрании еще в январе были готовы рассмотреть закон о продлении продажи алкоголя с 9 до 11 часов вечера, чтобы увеличить прибыль магазинов и сократить контрафакт. Однако общественность не одобрила идею, поэтому депутаты решили отложить этот вопрос до принятия федерального закона. В центральной районе больницы Бийска проводят проверку после публикации в местном телеграм-канале. Пациентка пожаловалась на рыбу с глистами. Вот такое фото появилось в социальных сетях. Среди филе можно разглядеть несколько червячков. Снимок опубликовала пациентка инфекционного отделения и сопроводила его сообщением. Из него понятно, что женщина спорила с представителями больницы о том, что белые ниточки – это не кости. В больнице женщину заверяли, что рыба проходит обработку, а значит, она безопасна. Наши редакции в центральной районе больницы Бийска сообщили, что от других пациентов жалоб на качество еды не поступало. Сейчас в медучреждении идет проверка на червивость. Белые халаты, колпаки, маски. Сразу и не подумаешь, что пару месяцев назад кто-то из этих людей работал воспитателем в детском саду или уборщицей, а кто-то и вовсе был безработным. Сегодня 27 человек из районов края учатся на помощников-фельдшеров. Так в Минздраве региона пытаются решить проблему нехватки медицинских кадров. Татьяна Голубева продолжит. Обучение в ежедневном режиме. Никто занятия не пропускает, ведь эти женщины сами выразили желание стать помощниками фельдшеров. У многих, кроме 11 классов, за плечами больше никакого образования. Но в этом случае главное – желание. Даже возраст значения не имеет на потоке дамы от 23 до 56 лет. Я начинала вообще с военного госпиталя, еще совсем юной. Это было в Ташкенте. Я ухаживала за больными ребятами с Афганистана. Мне это нравилось. Но потом немножечко дорожка меня увела в немножко другую сторону. Поменяла несколько профессий. Но всегда было интересно. И по опыту мне приходилось очень часто ухаживать за больными. За два месяца учебы студентки должны освоить самые необходимые медицинские навыки и манипуляции под руководством кураторов, педагогов медицинского колледжа. 27 человек – это в два раза больше, чем на первом потоке – разделили на три группы. Мы начинаем их обучать самых АЗОВ. То есть это санэпидрежим, это проведение простейших медицинских манипуляций, то, что должна оказывать именно младшая медицинская сестра. Это измерение артериального давления, подсчет пульсов и так далее, кормление тяжелобольных, уход, повороты. Этим список того, чему должны обучить студенток, не ограничивается. Ведь ситуации в селах могут случиться разные. Ну, допустим, реанимацию провести, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, допустим, дорожно-какое-то транспортное происшествие, да, и у человека там что-то сломано, там ту же шину наложить, тот же жгут наложить правильно. Видно, что они заинтересованы, они понимают, зачем они сюда пришли, они понимают, что их ждут и от них очень много зависит в районах. Новая программа Минздрава региона – большое подспорье для районных больниц и ФАПов в условиях дефицита кадров, отмечают многие эксперты. После обучения будущих помощников-фельдшеров ждет стажировка в медучреждениях Барнаула, а также ЦРБ районов, откуда они приехали. Стажировка начнется с 26 февраля, а в конце марта придется сдавать экзамены. И только 2 апреля студенты получат свидетельство младших медсестер по уходу за больными. А там не за горами очередной поток, ведь даже несмотря на небольшую зарплату, у помощницы-фельдшера, желающих пройти обучение, становится все больше. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. 3D-сканер помещений разработали студенты Политеха. Ноу-хау-прибор станет бюджетным аналогом зарубежных устройств и в 4 раза ускорит замеры в строительной отрасли. С передовой разработкой познакомилась Валентина Аскерова. Она расскажет подробнее, для чего нужен такой прибор. Все комплектующие уже имеются. Осталось напечатать корпус и приступить к сборке прибора. 3D-сканер помещений. Разработка студентов политехнического вуза. Инженеры приборостроения Александр и Марк разработали программное обеспечение, сконструировали внешний вид прибора и вуаля, на мониторе модель незаменимого в строительстве устройства. Если приобретаете новое жилье, у вас получается голые стены там будут. Приходим, ставим сканер, он сканирует помещение и создается получается 3D-модель. И ее можно уже дизайнерам отправлять. А дизайнеры, в свою очередь, на основе 3D-модели продумают нюансы планировки. Подберут мебель, цветовую гамму, систему освещения и вентиляции. 3D-сканер работает молниеносно. Сканируют помещение за 15 минут. На российском рынке есть примерные сканеры, получается, но в них нет реализации, допустим. Некоторые сканеры нужно перемещать. Они не вращаются 360 градусов вокруг своей оси. Ими нужно ходить и сканировать помещение вручную. Наш прибор будет устанавливаться на кронштейн, допустим, посередине комнаты. И все, ему ничего не надо, он будет сам вращаться и сканировать. Разработкой молодых ученых уже заинтересовались алтайские бизнесмены и айтишники. Они отмечают, что 3D-сканер – востребованный прибор на российском рынке, аналога которому в стране на сегодняшний день нет. В многоэтажном строительстве добавляют специалисты, он просто незаменим. Если мы обратимся к двум отраслям, это изготовление окон и изготовление дверей, происходит следующая ситуация, что когда приходят представители из этой отрасли, им нужно на стройке замерить проемы, это занимает достаточно большое время. Данное устройство, которое разработано и доделывается, оно позволяет, можно сказать, в автоматическом режиме делать замеры, что минимум в четыре раза ускорит замеры проемов и всего помещения. Зарубежные 3D-сканеры помещений, конечно, существуют, но стоимость их начинается от миллиона рублей. Цена нашего прибора не будет превышать 100 тысяч. В этом году разработку барнаульских инженеров можно будет увидеть не только на экране монитора, но и проверить ее на практике. Со дня на день приедут финальные детали. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. И в завершении выпуска «Любовь не купишь за деньги», но сегодня, в День всех влюбленных, наша съемочная группа решила узнать, какую сумму барнаульцы готовы потратить на 14 февраля своим половинкам. Какую сумму вы готовы потратить, чтобы подарить подарки парню, родным, близким? Я, ну, наверное, я безгранично всех люблю, поэтому я бы хотела подарить что-то особенное. И если это особенное будет стоить много денег, то я готова потратить много денег. Ну, маме букет за 6 тысяч планировать. Около 5 тысяч. Кому будете дарить подарок? Живую. Какой подарок? В следующий год. Это даже, не знаю, цветы там, кольцо какое-нибудь. Купила мужу красивый халат, махровый. Какой угодно. Какой захочет мой молодой человек. Уже потратил 5 тысяч рублей. А что купили и кому из них? Виниловая пластинка. Что для вас важно в отношениях? В отношениях взаимопонимания, любовь. Доверие, нежность, внимание. Внимание, любовь. Просто любовь, чтобы она была. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok